Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие зрители! Пока они к нам идут, давайте я их вам все-таки немножко представлю. В августе в поселке Архыс в течение трех дней проходил Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины», который собрал на своей площадке около ста участников из самых разных уголков страны. Воронежа, Волгоградской области, Анапы, Ростова и даже Алтая. Исполнительское мастерство и авторский талант конкурсантов оценивался в трех номинациях. Лучшее исполнение авторской песни, лучшее исполнение песен Юрия Висбора и лучшее исполнение песен Владимира Высоцкого. В этой номинации одними из лучших стали наши земляки Александр и Оксана Калмыковы. Им зрители аплодировали особенно долго. Специально для зрителей «Россия-1» мы поем эту песню Владимира Семеновича Росадского. ПОЕТ НА ИНОСТРАСКОМ ЯЗЫКЕ Сон мне, жёлтые огни, И хриплю во сне я Повремени, повремени Утром мудренее, Но и утром всё не так, Нет того веселья, То ли куришь натощак, То ли пьёшь с похмелья Эх, раз, да ещё раз, Да ещё много-много-много-много раз Ну вот наши гости подошли. Александр, Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада видеть вас в нашей студии. Давным-давно хотела вас пригласить в гости. Наконец-таки у нас всё получилось. Александр, Оксана, я представила вас нашим телезрителям. Мы послушали песню в вашем исполнении. И, наверное, я начну, в принципе, с традиционного вопроса. Ну, с Оксаной всё понятно. Она закончила музыкальное училище, профессиональный музыкант. Поэтому неудивительно, что она в дуэте играет. Александр, а вот вы, насколько я знакома с вашей биографией, по-моему, вы по первому образованию вообще-то повар или экономист. Как пришли в музыку? Это сложный момент. Мама очень много пела. У меня была магнитола, крутились пластинки. Очень часто из журнала «Кругозор», который нужно было обрезать сначала. Ну, то, что я помню, музыки было очень много. И мама и папа часто стихи декламировали прямо очень серьёзно. Мама у меня, помимо стихов и песен, довольно умело могла играть на бокалах. Это сейчас новость. Ну, точнее… А тогда… Ну, я это видел. Это было тогда. И каждый бокал отзывался другим. В общем, эти звуки с детства были. Гитару я просил приобрести моих родителей давным-давно. Ещё до того, как серьёзно стал заниматься спортом. А мне вместо этого купили шахматную доску и, в общем, отдали на шахматы. Хорошо? Отлично. Гитару я в конечном итоге приобрёл уже году в 90-м из двух поломанных гитар. У одной гриф был лопнутый, у второй просто гриф валялся, где-то использовали её как ударный инструмент. В общем, мы её слепили и начались первые песни. Это сколько лет вам было тогда? Тринадцать. Тринадцать лет? Да. То есть вы хотели петь, музыка вам нравилась, а вместо этого иди-ка, сын, поучись на шахматах, да? Ну, видимо, да. Всё-таки мне пришлось компенсировать это спортом, потому что впервые в спортивной секции я появился в первом классе в 83-м году. Это было как раз в «Спартаке». И первый чемпион Европы по вольной борьбе Амин Хатукаев, он был другом, так скажем, человека, который преподавал мне этот удивительный спорт. Ну, потом я ушёл, и плавание было, и занятия карате, и баскетбол, лёгкая атлетика. В конечном итоге на баскетболе и на лёгкой атлетике я задержался дольше всего. А музыка? А это было вот в лагерях, либо со старшаками, так жаргонно, если говорить. Да, так говорили, старшаки. Да, они слушали очень прогрессивные виды музыки разных. Ну, представьте, это либо «Депишмот», либо «Агата Кристи». Там, ну, буквально пропасть между ними. Тем не менее, там и Борис Гременчаков был. Много чего интересного было. То есть это, насколько я понимаю, вы знакомились с этой музыкой, когда вы в пионерском лагере там отдыхали где-то, да? Так? Ну, думаю, не пионерский всё-таки. Потому что, если брать пионерский, во втором классе, да, первый раз я увидел фотографии Металлики. И всё такое. Это была жуть какая, далёкая, если представить, перспектива. Но, тем не менее, я вот эти фотки увидел. Ну, извините, тогда фотки были Кис и Металлика, а слушали Modern Talking. Да, слушали. И это вот совмещали, всё было отлично, всё было абсолютно ровно. И потом Европа со своей песней известной, самой известной. Ну, и потом эти дискотеки. И вот здесь, наверное, да, вот это, это именно то, скорее всего, ради чего вы задали этот вопрос. У моей сестры старшей, а у неё тоже, она как-то мучила меня в детстве занятиями скрипкой, это было невыносимо. Вы и не подумать могли, что у вас жена будет скрипачкой, да? Да, это улыбка Всевышнего просто. Издевательность. Пожалуйста, да. Ирония такая. У неё, у моей сестры Татьяны, были друзья, одноклассники, которые в нашей школе номер 15 на Пештере, они занимали довольно лидирующие позиции в плане вот меломанства и всё такое. Видимо, вот это занятие и вообще вот титул такой меломан, он у меня оттуда. Там было очень много музыки, начиная как раз вот с Сиси Кейдж, Modern Talking, и там аккуратно, я тогда слушал, вот когда они увлекались этим, я тогда слушал Pink Floyd, Юра Ахип, что-нибудь такое. Наш человек. Да? Да. Да. Это очень славленный немецкий коллектив Modern Talking. Вот это юмахо-юмасо с выписываниями, понимаете? Когда ещё в средней школе английский язык мы не проходили, а я уже пел, переворачивая ракетку бадминтоновую. Ух ты! Делая стойку из Татьяниного пульта, эту верхнюю часть випитра я выбрасывал, а к этой изолентой приматывал зелёный пенал, они сейчас ещё продаются, но, наверное, уже реже, для карандашей. Я его наматывал, всё, он уже стоял, и чтобы уже довершить эту композицию, кусочек поролона, опять же, красной изолентой, и было красиво, нарядно, и я там юмахо, юмасо, а с пластинки всё это крутилось. А зрители были? Концерт, конечно, для родителей. Это первые, да, зрители? Они были немножечко в шоке, ну, наверное, благодарны, да, хоть какая-то развлекуха. Продолжение, да, традиций семейных? Да, именно этим я мотивировал, что давайте купим гитару. Мы всё-таки пошли в магазин с отцом, мама ни в коем случае, а отец говорит, ну, ладно, хорошо. И это было раньше, чем 13 лет, это, ну, не знаю, там, наверное, лет 10 точно мне было. И вот тогда вы стали на гитаре заниматься? Да не стал я заниматься. Мы пришли туда, вместо гитары, мне дали гитару, я попробовал её, и продавец в мире музыки, извините, на Ленина, он сказал отцу, вы знаете, ему будет очень больно, наверное, это не его инструмент. Отец сказал, видишь, всё, я эту историю рассказываю частенько, ну, я тогда увидел, там стояли пионерские горны, я тогда сказал, тогда купите мне трубу. Купили? Да нет. Да, опять нет. Он смеялся, этот продавец, говорит, ну-ну, давай. Он спустил мне эту трубу, извините, просто с дыркой, там, ну, нам, он штук, там что-то серьёзное должно быть, ну, играй. Я как дунул в неё. И, в общем, я понял, что ничего не будет, рассмеялись оба эти взрослые люди, человеки. А я расплакался и выбежал, я понял, что всё, музыка закончилась в моей жизни. Но всё-таки она не закончилась. А это, опять же, по улыбке. Два момента. Один, когда моя сестра репетировала, пыталась играть на скрипке, когда я был довольно юный, она на пять лет меня старше. А второй, когда она уже слушала, заслушивая до дыр, альбом «Ночь», группа «Кино». И вот тогда папа установил ручки на дверях, и можно было нажать, и с противоположной стороны уже никто не попадёт. А я был как раз с противоположной стороны. И когда она уже в шестой раз крутила, видели ночь, гуляли всю ночь, до утра я уже, да выключи эту гадость, ну, что такое. После «Пинг Флойд», те, кто меня понимают, как бы невозможно это слушать. Ну, в общем, можно понять, что ваш путь в музыку был тернистым, дорога чуть не гладкая, пришлось много чего вытерпеть. А тут же сестра и Татьяна, да, которая слушала не ту музыку. И всё-таки вы состоялись как музыкант. Сегодня мы вас знаем как серьёзного музыканта, который пишет свои песни, да? У вас свои песни? Вы же часто выступаете на конкурсах, на фестивалях. Вот на фестивале «Горные вершины» вы исполняли песни Юрия Висбора, Высоцкого и авторскую песню. В основном вы представляете свои песни, да? В основном на фестивалях мы поём своё. Если с Оксаной, то в основном своё. В данный момент это было исключение из правил, потому что была номинация Висбора, и мы решили, почему бы нет. Оксана сыграла, я считаю, очень интересно, красиво. И Высоцкого. Мы сделали компиляцию из двух песен. Музыка с одной песни, а песню вторую. Мне кажется, так было очень эффектно. Мы можем послушать вашу авторскую песню, которую вы исполняли на фестивале «Горные вершины»? Конечно. Музыка с одной песни, а песню вторую. Люблю тебя, скажи громко. Любовь, змея, нажав громко. Взгляни в глаза на дне. поле во тьме гроза в огне воля а а обними и меня глядишь вы иди через края вот вот хлы нет дай 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 ладони ложи ладони зерно семя сойдет огонь Придёт время. Александр, но тем не менее, ваш путь был тернистом, но группу вы всё-таки свою создали, да? Что это была за группа? Да. Группа сначала имела название «Синий бархат». Как-то басист Вадим Коркин, он где-то узнал, что так называется что-то, какой-то наркотическая химия какая-то. Господи. Ну, «Синий бархат» – красивое название. Ну, красиво. А в тот момент было принято разговаривать изоповым языком и в поэзии, и между собой опять же. Так вот, видите, «Синий бархат» – все воспринимали группу как «Синий бархат», а в куларах как бы воспринимали… Ну, да. Да. Потом группа поменяла название, потом была «Духи жёлтых листьев» по названию нашей песни. Я увидел фильм «Духи жёлтых листьев», документальный. По-моему, Сенчаков, да? Сенкевич. Сенкевич. Вот. Группа называлась «Духи жёлтых листьев». И уже после «Духи жёлтых листьев», практически перед Ростовом, на Дону, группа стала иметь название «Рассолила». Мне кажется, более озвучное. Вот. И да. И таким образом мы дошли до полновесного электричества. Несколько раз менялся состав, приходили другие музыканты. Там был и Женя Лабич, и Олег Скальченко. Много было. И Андрей Трусов недавно ушёл. Но мы сделали полновесную двухчасовую программу с именем «Рассолила» где-то в 98-м году уже. Мы готовились в Ростов-на-Дону уехать с этой программой в 98-м году. А уехали в 99-м. Ну, не получилось немножечко. Вот. Вот, собственно говоря, ну и движение пошло. Я окинул взором землю на четыре стороны. Вижу, что давно ж дремлет генофонд моей страны. Разбудить его несложно. Научиться лишь любить. Ведь на свете всё возможно мне об этом не забыть. Ведь на свете всё возможно мне об этом не забыть. Но ты красива, как кокодук. Я зелёный, но как медведь. Я иду к тебе в бреду. Надо лепоту ноги смотреть. Ты красива, как кокодук. А я зелёный, но как медведь. Я иду к тебе в бреду. Надо лепоту ноги смотреть. Я иду к тебе в бреду. Надо лепоту ноги смотреть. Послетались, как на свалку. Многим есть чего сказать. Не больно мне, жалко. Ведь Россию не узнать. На миллион-то полнарода, полумиллиона королей. Да и больше год от года каждый хочет поролить. Да и больше год от года каждый хочет поролить. Но ты красива, как кокодук. Я зелёный, но как медведь. Я иду к тебе в ряду, Наталья под ноги смотреть. Дайте мне расправить крылья, дайте двинуться вперед За спиной эскадрилья, ну оценив весь народ Далека моя дорога, силы есть и ясеный путь Ежели будешь мне подмогой, то уж больше не свернуть Ежели будешь мне подмогой, никогда уже не свернуть Но ты красива, как кокату, я зеленый, как медведь Я иду к тебе в бреду, на долю под ноги смотреть Красива, как кокату, я зеленый, как медведь Я иду к тебе в бреду, на долю под ноги смотреть Ежели будешь мне под ноги смотреть И все-таки ваша мечта сбылась связать свою жизнь с музыкой Хотя, может быть, вы не планировали И вы поступили в музыкальное училище После того, как стали дипломированным поваром, да? Да, у меня была корочка повар третьего разряда Выпускник школы, номер 15 получил эту корочку Это была первая моя профессия Сейчас больше 30 Так вот, поступив в музыкальное училище Я сразу увидел очень серьезных ребят На моем курсе были и Кемал Буддаев, и Юлия Тузова И Тошка Буднацова Много, в общем, ребят, которые после этого связали себя Не только с эстрадой, с музыкой, но и с политикой И с серьезным продвижением, так скажем На тот момент это были очень серьезные, веселые, пробивные ребята С которыми я учился около года И с ними создали свою группу музыкальную? У вас же группа связала? Нет, группа получила начало чуть-чуть раньше Но, получив первое место на конкурсе «Новые имена» с этими ребятами Я уже, это как раз было в помещении, в зале В котором потом, когда я поступил в музыкальное училище Мне дали возможность там вместе с господином Сгонниковым Делить сцену У него народное творчество У нас эстрадное, так скажем, рок-направление Вот, это было весело Это было очень интересно, но очень недолговременно Несмотря на то, что я получал там образование и по вокалу Это Валентина Викторовна Савицкая Это мой классный руководитель Дай Бог ей здоровья Потрясающий этот опыт Почему? Потому что иметь возможность заполучить себе такого педагога Это счастье в жизни Вот, поэтому дай Бог ей здоровья Я думаю, что Валентина Викторовна смотрит нашу программу Валентина Викторовна, мы вас не забыли Мы вас помним, любим и очень ценим Это правда Наши преподаватели во главе с Валентиной Викторовной По-моему, этих слов вполне заслуживают Какая школа все-таки хорошая была Сильная база какая у нас была И наши педагоги, они понимали, что молодежи все-таки надо реализовывать свои творческие способности Раньше это было музыкальное училище, и там учили только музыки Ну, режиссерское было отделение, да, хореографическое Потом со временем курс немножко поменялся И руководство понимало, что времена меняются, страна меняется И пошло вам на встречу И разрешило вам создать свой коллектив, играть на сцене Ну, собственно говоря, так и было И мы выступали Жалко, что это было недолго И после этого я уже пошел в свободное плавание Концертов стало намного больше И выступления мы совмещали и электрические с группой В которых иногда Оксана участвовала И акустические Таким образом, с Юлией Тузовой мы попали после фестиваля горной вершины в Тюберде Который проходил когда-то в 97 году Мы попали еще в Кисловодск Тоже на фестивале авторской песни И там взяли второе место Там, где она стала призером, лауреатом и первое место получила Вот Были еще всякого рода другие приглашения Которые не связаны с фестивалями авторской музыки Это просто люди, которые хотели нас услышать Потому что в Карачао-Черкесии немного на тот момент было музыкантов самостийных У которых была целая, без преувеличения сказать, своя программа В скрипку, в гитару, в два голоса Дальше, насколько я знаю, ваша карьера складывалась таким образом Что вы создали дуэт с Оксаной Который добился определенных успехов Вы в Ростове стали обладателем гран-при Серьезного конкурса Ростовская весна, да? Вот студенческая, да Вам жюри отдала победу А как родился ваш дуэт, Александр? Вы в браке все-таки 27 лет, вот прожили Это любовь создала дуэт? Или сначала музыка, потом семья, любовь и все остальное? Как это было, Оксана? Музыка Музыка, да? Саша красивый очень об этом рассказывает Теперь твоя очередь Хотелось бы, чтобы он рассказал Ну, я со своей стороны Как-то, я уже закончила музыкальное училище По классу скрипки И работала в оркестре там же Я приходила на репетиции Вот как-то, выходя из училища Я увидела молодого человека Кучерявого Весь в джинсовом такой Размахивающий руками Рестикулирующий там Я так посмотрела, думаю, какой интересный молодой человек Это я его первый раз увидела А второй раз я услышала, что он ищет скрипачку И когда я уже однажды зашла в муз училища Открыла дверь и услышала, что там ударник У меня так сердце сильно заколотилось Я даже не знаю Я даже не Вот потом думаю, откуда я знала, что это именно он там репетирует И я пришла, постучала Мне открыл другой парень, его друг Барабанщик Я говорю, вам тут скрипачка нужна И вот так я пришла Попала к ним в коллектив И потом с этим коллективом вы побывали Мы выступали, да, здесь на конкурсе «Новые имена» И всякие рокерские концерты мы выступали И потом уже сложилось так, что у нас создался семейный союз Семейный и творческий союз Дорепетировались 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 Двоих детей родили, да? И дуэт создали А мы можем послушать эту песню, которую вы исполнили на студенческом конкурсе «Ростовская весна» Да Можно Может, хватит уж скулить, да плакать А колесицу нести Постелили б лучше белую скатерть Слезы нынче не в чести Кому как А нам с тобой жизнь вечную Нагадали сверчки запечные По земле колесить не состарится Судьба наша, красавица Красавица По горам, по долам трубка стелится Я иду один, 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 один Знаю, ждет, где-то ждет Красная девица В горнице посреди Ворочусь Обернусь ясным соколом Да, как раз к столу Вороги были вокруг Да, около все в одном углу Кому как А нам с тобой жизнь вечную Нагадали сверчки запечные По земле колесить не состарится Судьба наша, красавица Красавица Помогли бы мне дружки Товарищи Так плечо, плечо Отыскать Отыскать сквозь года Сквозь пожарища То, чего Ищу Кому как А нам с тобой Жизнь вечную Нагадали сверчки Запечные По земле Колесить не состарится Судьба наша, красавица Ищущая Крася Отец 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 Нагадали сверчки Нагадали сверчки Отец 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 вам нравилось оксана выступать на таких концертах вам классическому музыканту это было интересно да это матчин есть но я тоже слушала кроме кого классики или дзеппелин beatles и многие другие группы которые мне нравилось почему-то очень нравилось и вы с удовольствием принимали участие в этих концертах оксана вот сейчас вас очень часто мы вас знаем как и актрису русского драматического театра вас очень часто приглашают принимать участие в спектаклях что важнее для вас музыка ваше постоянное место работы актерская игра что интересно наверное на чаши весов возможно актерская немножко будет перевешивать потому что в принципе когда я поступала мы с училища я надеялась поступить на актерская но тогда не было этого отделения и мне пришлось через много много лет поступить и окончить актерское мастерство в нашем училище поэтому актерская больше наверно волнует я как сказать я вот столько лет на скрипке играю училась в школе в училище и я когда выхожу с ней с классика я очень сильно волнуюсь а когда я как актриса выхожу не знаю мне нет такого переживания я кот как будто наверно как будто свои тарелки скорее всего не знаю но я стараюсь вот совмещать меня в театре я и в сказках играю на скрипке зайчик там который сыграл вот пришел деткам это и детям очень нравится и из инструмент применим и вот значит байром кула в меня в колдовском озере тоже приглашал я играла на скрипке в спектакле и у нас был по бернард шоу пигмален у нас куклы название этом тоже как кукла играющая на скрипке спектакли сыграла я думаю что это ему очень интересно смотрится со стороны самый первый мой спектакль маленький принц я маленького принца играла я так понимаю что режиссер хакиша выбрал меня на эту роль тоже только благодаря скрипке честно говоря потому что мне тоже там кусочек я играю все-таки принц играющий на скрипке здорово все-таки скрипка видите как вам путь я иногда думаю лучше пиано-актерская поступила ну действительно если бы не скрипка я бы тогда с александром не познакомилась не было бы не дуэта и семьи видим музыка на связала александр оксана вот на всех конкурсах и фестивалях вы исполняете авторские песни свои и музыка и стихи ваши дайна александр или оксана пишет стихи как супруга верная жена сама пишет стихи но на их никому не показывает читаю их только я да оксана почему по сравнению с александром это очень мало поэтому я считаю что это не подлежит огласки то есть вы стихи прочитали но стихи все-таки для песен используйте свои да и сами пишите и музыку и музыку и слова я пыталась у меня единственно что хорошо получалось сочинять колыбельную для детей чтобы они побыстрее заснули александр в гений ну вот я думаю что только гениальный человек может писать и стихи и музыку одновременно еще исполнять откройте тайну как это происходит ну знаете как такой среднестатистический гений это шутка конечно может быть просто всевышним дается чуть чуть больше чтобы объяснить может быть что-то показать может быть под другим углом ту же самую проблему тот же самый вопрос как это пишется ты переживаешь прежде всего это переживание негативное или позитивное и вот этот толчок именно вот этот толчок дает возможность испытать вдохновение чтобы то что ты почувствовал или услышал положить потом на бумагу аккуратненько и чтобы это гармонично сочеталось с музыкой это очень сложный момент я объяснить не могу вдохновение это скорее всего оттуда как-то раз и все но я вижу бог вас любит и супругу такую послал да и путь все-таки такой музыкальный ну как он на вас смотрит так сам я что-то не то сказала да тогда следующий вопрос к вам оксана можете не отвечать но я все равно спрошу творческий человек это хорошо со стороны я так думаю да потому что человек увлекающийся творческим всегда погружен свой собственный мир я так думаю жить с таким человеком это счастье это дар свыше или это испытание которое хочется надо по голове побить вы говорите как есть он далеко и то и то потому что разные бывают ситуации в жизни так как и у всех я думаю людей поэтому иногда чувствуешь себя очень счастливы и иногда думаешь что это такое испытание лучше помимо прошел так хватит ли у тебя терпения поэтому скорее всего больше конечно счастья александр да да честно будем говорить хорошо честно будем говорить ага вот смотрите дай бог вам прожить еще много-много лет оксана и вам александр в мире согласии но я немножко про другое часть жизни наверное большее прожито ну можно какие-то уже подводить итоги хорошо когда мы молодые вся жизнь впереди мы погружены в любое любимое дело мы готовы бесплатно и петь и танцевать и ночь напролет и все лишь бы мы были заняты тем что нам интересно мы готовы работать бесплатно все это пережили но когда у тебя двое детей а там и внуки и детей надо учить а семью содержать я так думаю что искусство не всегда способна прокормить если бы оглянуться назад все повторилось бы или понимаю какой путь вы прошли все таки вы бы изменили все при может быть мелочи какие-то изменил а так в общем я думаю все очень волшебно складывалась потому что если анализировать с самого начала и в детстве были такие моменты которые граничили с извините уже с фатальными ситуациями и смотришь люди которые со стороны смотрят а как он выжил а как ну вот так как то видимо для чего-то может быть для этой передачи может быть для детей может быть для того что они могли бы привнести людям мы же в социуме живем скорее всего для этого но там видите важный замысел он редко поддается такому четкому анализу вот вот это так это так это так иногда случаются вещи которые необъяснимы по крайней мере необъяснимы так просто и односложно поэтому возвращаясь к вашему вопросу нет не стал бы менять в принципе все хорошо потому что многое еще предстоит и это самое интересное в том числе новые песни оксана а вы что скажете скорее всего да не не изменили бы может быть какие-то действительно моменты как саша сказал а так вот да я думаю что в основном было бы так тогда вы счастливые люди выходят тогда мы не имеем дворцов роскошных ядов но мы занимаемся тем чем мы хотим к чему лежит душа у нас есть любовь взаимопонимание есть дети и это главное в жизни ну главное в жизни это любовь с ней связано творчество и потом уже дальше все что ты даешь людям и то что люди могут дать тебе вот это важно оксана александр вот любой музыкант я думаю любой так же как артист мечтает о славе мечтает же да чтоб его узнали весь мир ему аплодировал ну хотя бы россии для вас важно чтобы вас приглашали признавали может быть вы хотите попасть на первый канал на какую-нибудь такое шоу или вам достаточно того что вы делаете сейчас ну я до этого уже сказал что самое важное впереди насколько я понимаю то есть в москве по крайней мере я уже выступал в санкт-петербурге в данный момент есть приглашение на видное радио есть такой журналист роман харланов который пригласил полный сет сыграть в электричестве именно группой я думаю что сделав это мы получим приглашение сыграть оксаной поэтому останавливаться наверное не будем наверное все таки да тщеславие это конечно уже самая крайняя степень но видеть горящие глаза слушателей когда ты им играешь что то что они не слышали и когда ты видишь этот ответ когда попала туда куда нужно в правильную почву и вот эта благодарность это важно я не буду лукавить действительно это важно но оставить это во главу угла и говорить что только из-за этим мы играем нет это будет неправда ну что иногда играешь сам себе и и получаешь либо да сам себе в тот момент когда ты творишь ты играешь только сам себе хотя говорят что ты с ним на как бы наедине нас окружают какие-то там иноматериальные существа которые тоже видят которые тоже могут ответить и которым тоже нравится или нет поэтому да да хочется наверное чтобы были приглашения были аплодисменты опять же хочется рассказать о чем-то новом то что ты сам переживаешь пережил поделиться с человеком видимо в этом и есть суть жизни а есть александр оксана такая голубая голубая заветная мечта который ты всю жизнь думаешь и мечтаешь вот это бы случилось это бы получилось есть то чего хотите больше всего в жизни александр ну наверное есть но вряд ли вам сейчас об этом скажу скажите уже мы так с вами подружили тишину я лучше буду отвечать вам через песни идет идет договорились оксана ну мне бы хотелось у нас вот дочка тоже умеет на скрипке играть сейчас она по мгике учится мне бы хотелось чтобы мы вместе сыграли какую-то песню на сцене на выступили вместе или даже нас на спектакль в каком-то месте ну в общем вот какой-то вот момент вот такой вот хотелось бы именно связанный с дочерью с дочечкой с моей семейное трио да да ну что ж оксана пусть ваша мечта сбывается огромное вам спасибо за то что вы к нам пришли спасибо вам за ваши песни за вашу любовь к жизни к людям дай бог вам счастья ну что ж дорогие друзья надеюсь вы провели по-настоящему чудесный вечер и получили от наших гостей такое же удовольствие как и я я прощаюсь с вами желаю вам таких же хороших и уходных и хорошего настроения до новых встреч в эфире как сегодня где ну я сережку ухо да пройду по городу с песни перекрашу волосы да надену перстень я стану посреди лица забавляйся ребят я расплывусь в улыбке к черту невезенье стану петь я песенки бурного цветенья сразу груз моих забуд станет незаметен мне от песен без невзгод легче станет всей земле ведь надо мной ветры силе стройная подо мной твердая земля в голове ох уж эти войны мой корабль снялся с якоря там где ты злишь сил и печаль и святану я наплыть нам ох мать моя а на и И вздохнет крестьянин, заживет рабочий Наша экология продерет нам очи Что бабуля, ух да ух, не устала лькается Я аж сегодня с комаром, мне все разрешается Я аж сегодня с комаром, мне все разрешается Ведь надо мной ветры сильные стройные подо мной Твердая земля в голове, ох уж эти буйные Мой корабль снялся с якоря Там, где ты, злишься или печаль, все там я Ох, не наплыть нам, ох, мать моя Как сегодня в Дену я сережку в ухо Да пройдусь по городу с песней Винни-Пуха Перекрашу волосы, да надену перстень я Стану посреди лица Забавляйся, ребятня Забавляйся, ребятня Забавляйся, ребятня Забавляйся, ребятня Забавляйся, ребятня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова